Небольшой пыльный городишко. Здание в центре Фомагусты. Самое престижное, наверное, и самое высокое. Покажи вот эту пустырь нашим зрителям. Здесь есть инфраструктура, я знаю, кафе, магазин, ресторан. Это очень удобно. Друзья, я протестировал данный шанузел. Как работают риелторы на Кипре. Это был пример черного риелтора. Я ставлю на то, что вторая квартира в студии будет продана быстрее, чем первая. Привет, Айрат. Гунайден, Дима. Что, меня в парк позвал сегодня? Ну да, парк в самом центре Фомагусты, прикинь. Ну, в принципе, такое приятное местечко. Мы сегодня будем рассматривать объект, ты уже сам все прекрасно знаешь, который находится буквально в двух минутах от этого парка. Вообще, если рассматривать Фомагусту в целом, что думаешь про этот город? Ну, в целом, здесь парк вот этот приятный. А мое мнение про Фомагусту ты знаешь. Небольшой, пыльный городишко. Население у нас, получается, коренное около 40 тысяч, плюс приезжие, ну, наверное, 50-60 тысяч народу. И по нашему представлению это даже не совсем город. Смотри, Фомагуста в целом находится на восточном побережье. Какие, допустим, плюсы, да? Несмотря на то, что это маленький город, он все-таки второй по численности на северном Кипре. Естественно, после Никосии. Что касается локации, ну, ты сам, наверное, знаешь, что здесь есть, в принципе, песчаный пляж на восточном побережье. Единственный минус, что песчаные пляжи, где они находятся, ну, ты, наверное, тут согласишься, не в пешей доступности. Ну, да, море, да, здесь прилично, но хочу сказать, защита Фомагуста, пляжи здесь лучшие. Именно здесь, когда-то был знаменитый город-курорт Вороша, теперь это город-призрак. И там, ну, на мой взгляд, наверное, самый лучший, если не сравнивать там с заповедными золотыми песками. Ну, я думаю, что это один из лучших пляжей вообще всего Кипра. Смотри, давай теперь посмотрим, перейдем к нашему объекту. Как сказано было уже ранее, это здание в центре Фомагусты, самое престижное, наверное, и самое высокое, что мы не сказали. 20 этажей, выше Фомагусти, в принципе, нет. И почему оно считается премиальным? Потому что оно топового застройщика со своей инфраструктурой неплохой, которую мы рассмотрим позже. Вот, а что с Каши Арат вообще по поводу инфраструктуры рядом? Школы, больницы, что тут есть? Ну, поскольку мы Фомагусти, здесь все рядом у нас. Вот, если пройти пешком по этому парку, буквально в пяти минутах у нас Средиземноморский ближневосточный университет, ему так называемый. Здесь у нас есть еще больницы тоже в пяти минутах пешком. Это большой государственный госпиталь, там есть еще частный, примерно в 7-8 минутах. То есть рядом больницы, аптеки, естественно, магазины, до Ситимола тут порядка пяти минут пешком. Ну, можно сказать, что вокруг есть все. Даже, кстати, есть с той стороны, сейчас покажем, там есть муниципальная школа, ну и британские школы все тоже у нас в пригородах Фомагуста располагаются. Это в Ене-Базиче, это получается километров 10, школа Дова получается вот прямо здесь, километрах в пяти отсюда. Ну и в Тузле еще есть хорошая школа, куда ходят мои дети, ну, до нее минут 10-15 на машине, она чуть-чуть подальше. В целом, в целом здесь, конечно, все необходимое для жизни есть. Ну что, вот мы по парку подошли, за нами премьер, это самое высокое здание Фомагусти. Вот мы на заднем дворе, так скажем, нашего здания, где у нас располагаются наши апартаменты, и буквально соседний блок, это школа. В целом отношения в бесплатных школах муниципальных мне полностью нравятся, детей очень любят, к ним относятся очень гуманно, могли бы даже построже немного. Но чем мне не нравится Фомагуста? С точки зрения этого комплекса, с точки зрения локации, он стоит в хорошей локации, но он находится в самой Фомагусте, а сама Фомагуста – это обилие вот таких вот местных домов небольших, где живут преимущественно местное население. И вот эти домики, ну, создают такое неприятное впечатление, мне они не нравятся. Согласен. Покажи вот этот пустырь нашим зрителям, покажи. Они пускай сделают свои выводы. Не надо, не показывай. Покажи лучше премьер, в чем мы с негативной точки зрения заходим. Давай покажем еще, вот здесь у нас такой тоже, получается, прилегающая территория этого комплекса. Здесь есть инфраструктура, я знаю, кафе, магазины, рестораны, это очень удобно, прямо в нашем комплексе иметь ресторан под боком, аптеку. Хочу тебе еще отметить про парковку. Что ты думаешь про парковку? Сейчас утром как бы места свободных и не особо много. Да, хорошо, что есть вот как раз в этом блоке с небольшой инфраструктурой при комплексе, тут есть парковка. Но также есть еще и подземный паркинг на территории комплекса. То есть в целом возможно припарковать и внизу автомобиль, проблем с парковкой не будет. Кстати, сейчас же готовятся любители велоспорта к гонкам. Сейчас же проходят международные велогонки. Здесь именно в Фомагусте, на территории восточного побережья. Но я их на дороге постоянно вижу, они активно тренируются. А здесь мировой этап триатлона также часто проводится. В целом здесь к велоспорту отношение очень хорошее. А слышал ты новость, что хотят открыть прямое сообщение? Да, кстати, это буквально свежая новость, что прямые рейсы из Москвы, это была уже новость в ноябре месяце, но как-то она очень быстро затихла. Сейчас опять возвращаются, сейчас какие-то идут переговоры о том, что прямые рейсы снова из Москвы. хотят запустить на Северный Кипр. Что это, Дим, давай инфраструктуру посмотрим. Смотри, какой здесь красивый лобби, какой ресепшн здесь. Да, да, действительно лакшери, именно поэтому многие богатенькие люди с матеряков любят здесь снять жилье. Давай посмотрим, что здесь с бассейном, хамамом. Кстати, здесь без карточки не получается воспользоваться лифтом. Да. Абсолютная приватность. Ну, на первый этаж спуститься с сверхнего можно и без карточки, а если вы хотите подняться, да, с этим будет проблема. Ну, смотри, вода чистая, хоть и никого нет, я думаю, в России бы здесь уже лежало человек 20. Да, и, кстати, сейчас сентябрь месяц, уже начало октября, можно сказать, лежаков поменьше. Обычно здесь, вот, кстати, в сторонке стоят лишние. Обычно здесь отдыхают люди, но сегодня никого нет. Несмотря на то, что 30 градусов жары, утречко такое приятное. С закрытием сезона лежаки тоже убирают. Ну что, лифты, отис, а шиндлер? Лифты, кстати, одни из самых лучших вообще здесь и как по дизайну, так и по площади. Абсолютно простой, несмотря на то, что их 4. Казалось бы, 4 маленьких, нужно сделать, но нет, не поскупились. Ага, вот как раз парковочка, друзья. И мы попадаем в зону джим, спа. Здесь есть на что посмотреть. Зал достаточно современный. Пропускная система турникеты. Есть бар. Вы можете заказать протеиновый коктейль, как я делал это в каком-то старом выпуске, когда мы тут тоже продавали квартиру. В целом, такая лакшери-помагустка получается у нас. Ну да, здесь очень приятная атмосфера. Очень много народу тренируется. Мы что, пойдем с тобой, что ли? В штанг дергать? Поехали, мне нет каточки для зала. Ты не понял? Мне для лифтов. Я готов тебе челлендж предложить, кто больше от груди возьмет. Если нас пустят. Ну, конечно, ты. Почти, Тарас. Я уже полгода не занимался. Пошли, спа посмотрим. Что, теперь у нас есть узкий коридор, где есть бассейн, спа, корневыкод к бассейну и отдельно спа. Айрат, ты часто пользуешься спа? Ну, я в своем комплексе каждый день. Я вообще не пользуюсь, если честно. Хотя у меня есть такая возможность. У нас по вечерам собирается все общество в сауне, обсуждает все новости. Здесь такая распространенная тематика. Если какой-то комплекс инфраструктуры, обязательно это тренажерный сал, спа. Не важно, где, Фомагуста, Искеле, Керения, везде. Если комплекс инфраструктуры, это все имеет место быть. Чаще всего бесплатно. Но вот здесь, да, тренажерный зал, он платный. Даже если у вас здесь квартира есть или вы здесь снимаете. Спа тоже платная. Тестирование массажа не заложено по программе ролика. К сожалению, нет. Продюсер нам не написал, что мы должны протестить эфирные масла. По-моему, нужна на это отдельная карточка. О, может, закажем по столам терапии. Да. Зрители бы оценили такой подвиг. Ну что, когда-то я этот тоже комплекс рассматривал даже для себя. Я не хотел здесь инвестировать тоже в жилье, в этом комплексе. Поэтому я знаю, что здесь... Для жизни или для... Я думал на перепродажу или под сдачу. И я здесь знаю, какой здесь спадзона, здесь какие сауны, хамам. Там у бассейна есть. Все очень красиво. Настала пора смотреть наш объект на четвертом этаже. Это, кстати, доставляет воду у нас таким образом. То есть можно, например, заказать воду, и вам за сравнительно небольшие деньги приедут. Ну что, вот у нас тут имеется небольшое как фойе, скажем так, и два коридора. Блог наш разбит на два коридора. Друзья, пишите в комментариях, нравится ли вам подобная планировка. Друзья, можно сказать, что отельный проект или коридорный проект. Мне лично такие не очень нравятся. Да, то есть если смотреть на поэтажный план, это в виде буквы «Н», можно сказать. Ну есть эвакуационные выходы. Дай-ка, я посчитаю. Сколько здесь на этаже квартир? Не считал? А давай посчитаем. Ну, типа мы посчитаем и потом скажем. Да, это в ту сторону, я в эту. Давай. Не так уж и страшно, черт. Всего 10 квартир, то есть на этаже 20 апартаментов. Мироба, сори. О, сори. Ну, Дима. Как работают риэлторы на Кипре? Это был пример черного риэлтора. Блажара. Девочка. Ну, наверное, лучше это не вставлять. Нет, это надо по-любому скинуть, потому что это в риэлс и пойдет. Это для риэлс и охрененная тема, потому что ты, ну, типа. Сразу приятно, что мы попали в прихожую небольшую, но мы не на кухне, как это на Кипре водится. Дверь металлическая, что тоже приятно. Два замка, плюс еще тут ночник. Система умного дома и система центрального кондиционирования. Какая площадь у этой квартиры? Сейчас скажу. А я думал, ты подготовился. 100 квадратных метров общая площадь. Хотя, когда мы зашли, да, мы уже начали сомневаться. Ну, тут 100 явно нет. Это нет-то, брут-то. Да, на твой взгляд, сколько тут, если бегло посмотреть квартиру. Давай посмотрим. То есть мы пропадаем. Первое помещение – это у нас кухня и гостиная. Но она весьма невелика. Я думаю, здесь 18-20 квадратов. Ну, вот это мы отнесем к зоне прихожей. Очень небольшое помещение. Кухня у нас, естественно, укомплектована кухонным гарнитуром. Мойка. Хотелось бы, конечно, увидеть что-то поприличнее. Белый глянец, графитовый глянец вниз. Обратите внимание, друзья, столешница у нас из МДФ-панели. Да, она толстая, но это не камень, не искусственный камень. Эти вещи весьма быстро обдираются. Ну, и если попадет в ладе, соответственно, она распухнет. Давай-то покажем вторую спальню. Ну, как тебе площадь? Начнем с этого. Ну, я просто в шоке. Она очень маленькая. Честно, для меня это вообще гардероб, если на то пошло. Ну, смотри, здесь у нас шкаф-купе. От стены до стены я доставил руками. Где здесь должна быть кровать? Я тоже не понимаю. Только максимум одна спальня сюда какая-нибудь поместится. Вот в этот угол. Подростковая кровать, друзья. И, в принципе, место для учебного стола. Какое-то место для ученика. То есть, одна спальня, скажем так, детская, да, розовая. Чем меньше будет ваш ребенок, тем больше останется места. Потому что место здесь в обрез. Ну, что у нас имеется здесь? В этой спальне небольшой французский балкон. Вид прекрасный, конечно, с такого верхнего этажа. Ну, что? Либо покорить, либо бытовая вот эта. Все. Вот на чем он предназначен. Сама дверь, в принципе, качественный алюминиевый профиль. Дверь приятное впечатление. Красиво, серого цвета. Двойной стеклопакет. Очень качественные окна у этого застройщика вообще в целом. Вторая спальня. Это у нас мастер-бедрум. Ого, какая она большая. Да, и это самая большая спальня, чтобы вы понимали. Ну, не больше 15 метров, друзья. Здесь также имеется шкаф-купе. Также имеются здесь распашные окна в пол. Пару слов про санузел. В такой комплектации сдает застройщик в чистовой отделке. Вот то, что мы видим. За санузел доплачивать ничего не нужно. Ну, стандартная комплектация. Душевая кабина, подвесной унитаз с инсталляцией. Смотрю, сантехника Витера, в принципе, качество неплохое. Ну, сколько здесь? 60-70 квадратов, я думаю, не больше. Да, квартира здесь небольшой площади. Нужно помнить обязательно, что по моей информации, что здесь 100 квадратов. Это у застройщика есть, это тоже в прайс-листах. Это по-турецки. То есть 100 квадратов здесь вместе с террасой, вместе с внутренними стенами, вместе с небольшой площадью возле квартиры, снаружи квартиры. С порогом, так скажем. Поэтому это грязная площадь. Ну, порог на 30 метров не тянет. Итак, у нас единственная терраса. В спальне у нас был французский балкон. Кстати, хочу еще раз заметить качество. Достаточно бесшумно открывается дверь и легко. Терраса достаточно небольшая. Также мы можем видеть море и наше небольшое озеро, которое знаменито своими розовыми фламинго. Ну и, соответственно, у нас распластирается вид на город Фомагусте. Ну и теперь цена. Стоимость на эту квартиру 111 тысяч фунтов. Что думаешь о цене? Ну, что сказать. Сходу как-то сложно ответить. В принципе, когда говорят 2 плюс 1 в камьере за 111, это кажется недорого. Да. Ну, сейчас мы посмотрели эту квартиру, но эти маленькие комнаты, и гостиная маленькая, и спальня маленькие. Поэтому уже, мне кажется, как будто дороговато. Ну, давай покажем бонусом нашим зрителям предложение от моих инвесторов. У меня есть один инвестор, который вышел на продажу со студией на Ломбиче. И давай покажем на контрасте типы недвижимости 2 плюс 1 в Фомагусте. И сравним ее со студией 40 квадратных метров на нашем любимом Ломбиче. Я думаю, это будет очень интересно, что можно купить за примерно те же деньги на Ломбиче. Давайте посмотрим. Итак, друзья, мы с вами переместились в локацию Ени и Скеле. То есть мы находимся в Новый Скеле, что непосредственно в регионе пляжа Ломбич. Ориентир у нас напротив нашего нового проекта располагается знаменитый проект Цезарь Резорт. Его все знают. Клани через дорогу. Поэтому привязка к локации. И до моря здесь примерно 600-700 метров по прямой. Проект называется Риверсайд. Это тоже очень хороший, надежный застройщик. Сейчас мы находимся в офисе. И на примере макета я объясню примерно, как он выглядит. Итак, Цезарь Резорт у нас вот с этой стороны. Здесь у нас проезжая часть. Всего 5 блоков. П-образная форма расположения. Здесь у нас очень хорошая инфраструктура в этом проекте. Также у нас имеется со стороны улицы коммерческие помещения. Очень много будет магазинов, в том числе бутиков, ресторанов. С внутренней стороны у нас инфраструктура комплекса. Она будет не для всех. Закрытая инфраструктура. Только для резидентов и тех, кто имеет пропуск. Здесь будут большие бассейны. Открытые, в том числе закрытые. Аквапарк, детские площадки, детские горки, зона развлечений. Зеленые площадки, барбекю-зоны. В общем, очень-очень много всего. Инфраструктура очень богатая. Помимо этого есть закрытая также площадка джин, так называемый спортзал. Зона спа, естественно. Закрытый бассейн. Ну и всевозможные инфраструктуры. Есть вся, которая только возможно представить. Здесь она будет. Также здесь продуманные парковочные места. Вокруг всего комплекса обилие парковочных мест. Расчет с полуторанным запасом количества апартаментов для машин. И здесь еще есть большое количество детских площадок, спортивных площадок, в том числе баскетбольная, волейбольная площадка. Ну и уверен, что я, наверное, еще о чем-то забыл упомянуть. Но я хочу сказать, что инфраструктура продуманная и богатая. Здесь есть практически все. Слушай, да, мы можем наблюдать это на макете, в принципе. И на первый взгляд, инфраструктура кажется достаточно компактной. То есть в целом все необходимое есть. И оно сосредоточено на таком сравнительно небольшом кулачке земли. Пойдемте смотреть студию. На вас гол. Итак, друзья, металлическая приятная дверь. Мощная ручка. Система бесключевого доступа. Электрические у нас замки. Вы потом сделаете здесь свой код. И у вас будет бесключевой доступ. Очень удобно для удаленной сдачи в аренду. Мультимедиа умного дома. Здесь концепция умный дом поддерживается. Очень красивый у нас санузел. Вся плитка, все материалы и вся сантехника очень хорошего премиального уровня. Еще интересное решение. Стиральная машина здесь выведена как смотрит в коридор. Обычно она в этом блоке, внутри кухни стоит, здесь наружу смотрит. Ну, вообще, как ты заметил, здесь ограниченная площадь. Поэтому все здесь логично, продумано, компактно. В том числе и стиральная машина вот так удобно расположена. Сама кухня достаточно правильно придумана, продумана. Ну, смотрите, она достаточно премиального уровня. Посмотрите на этот прекрасный фартук из натурального камня. Посмотрите на эту красивую кухню. Она выполнена до потолка. То есть она современная. Столешница тонкая. Столешница тонкая, но зато это искусственный камень. Плюс у нас, смотри, какая мойка чудесная здесь. Да, кстати, мойки обычно ставят. Вот как раз качество не очень, как мы видели в предыдущей материи. Здесь у нас была жестяная. Здесь она у нас из искусственного материала под камень, выполненного, очень прилично смотрится. Дим, как тебе? По-моему, кровать шикарна для такой узкой квартиры. Я сначала даже не понял, слушай, что здесь откина кровать. Но это абсолютно правильное решение. Потому что тут просто некуда уместить. Оно тут спасет. Да. Ну, а в целом, вот такая будет ваша студия. Плюс это у нас шоу-рум. Наша студия будет еще иметь террасу 6 квадратных метров. И в сумме это будет вместе с террасой 40,5 квадратных метров. Сдача уже апрель 2024 года. А студия на каком этаже? Студия на третьем этаже. Она имеет боковой вид на море. С террас прилично смотрится, просматривается море. И стоит эта студия 80 тысяч фунтов. Как тебе цена? Слушай, если сравнивать с Фомагустой, Ну, студии Фомагусте значительно дешевле. За эту цену мы можем купить, ну, не две студии, но полторы, ладно. Вот так. Ну, мы можем добавить и купить твою квартиру 2 плюс 1. Да, конечно. Итак, друзья, наша квартира выходит не на внутренний двор, не на бассейн, а на улицу. Она расположена на третьем этаже. Однако вы должны помнить, что первый этаж здесь коммерция. Это очень высокий этаж. Вот мы сейчас находимся как раз-таки в офисе. И здесь высота потолков, наверное, около 5 метров. Теперь скажи, пожалуйста, Айрат, что у нас по рассрочке, так как здание еще все-таки в стройке у нас, дает ли застройщик какую-то рассрочку? И что по налогам? Абсолютно верно. Здесь вы приобретаете квартиру от инвестора. Соответственно, у вас будет договор переуступки у застройщика. И условия рассрочки предыдущего владельца перейдут на вас. Соответственно, вам не нужно будет оплачивать 100%. У него здесь есть рассрочка еще на год примерно около 20 тысяч фунтов. Ну и, естественно, налоги, трафы здесь еще не оплачивались. Поэтому все это переходит на плечи нового покупателя. Вот такое у нас для вас предложение сегодня. Думаю, вам было любопытно посмотреть эту студию и на контрасте сравнить наши сегодняшние две квартиры. Ну что ж, друзья, подытоживая сегодняшний съемочный день, хочу поблагодарить моего коллегу, соведущего Дмитрия, за подбор хорошей квартиры. В целом, было приятно с ним поработать. Ну и поскольку я выполняю сегодня в ролике роль критика, я хочу еще раз пробежаться по минусам квартир. Первая квартира 2 плюс 1 в Фомагусте. Самый главный минус, на мой взгляд, это маленькая квадратура, маленькая площадь для квартиры 2 плюс 1. Очень маленькая. То есть одна спальня, я там вставал, раздвигал руки, и вы могли оценить, насколько она узкая. Ну, пенал. Что я думаю по поводу двух предложенных объектов? Мы рассмотрели с вами 2 плюс 1 и студию, которые обе находятся на восточном побережье, где преимущественно песчаные пляжи, но студия находится в таком курортном районе Искеле, Лонгбич. А 2 плюс 1 квартира находится в городе Фомагуста, в его центре. Соответственно, если вы рассматриваете объект для жизни, в Фомагусте вся инфраструктура, она находится рядом поблизости, в пешей доступности. Если вы рассматриваете Лонгбич, во-первых, до невозможности маленькая студия, которая не подходит для жизни однозначно. И вся инфраструктура в целом достаточно удаленная. То есть однозначно нужен автомобиль, чтобы до нее добраться. Я недолюбливаю город Фомагуста. Он слишком пыльный, слишком шумный. И у него есть такой очевидный минус, что он располагает вокруг себя такой болотистой местностью. У него есть несколько озер непосредственной близости. Поэтому в Фомагусте именно почему-то больше всего комаров. Вот они донимают именно в Фомагусте. Их поменьше в Аскеле. Ну и что касается недостатков, сразу затронем эту тему. Как я и сказал, это уже маленькая площадь у обоих квартир относительно их планировок. И что касается недостатка Фомагусте 2 плюс 1. Плохая шумоизоляция, как я слышал это уже от многих людей. Но там есть генератор. Отключение электричества вам не грозит. Что не скажем про студию в Аскеле. Потому что генератор тут только на общую инфраструктуру. И в случае отключения вы будете испытывать дискомфорт. По второй квартире, которая студия, к минусу можно отнести так же, что она не имеет прямой вид на море. Хотя весьма близко и можно было бы увидеть море. Ну и также ее небольшая площадь. Ну и что касается того, какой объект быстрее продастся. Однозначно это будет студия в Аскеле. Потому что новостройка, есть небольшая рассрочка. И в целом здесь более лакшери регион по сравнению с Фомагустой, где уже инфраструктура вся сформирована. Поэтому быстрее уйдет именно эта квартира, я считаю. Ну что, друзья, настало время прощаться. Не забывайте писать ваши комментарии. Мы с удовольствием отвечаем на все ваши вопросы. Если вам понравился сегодняшний ролик, можете поставить палец вверх. Ну а если вы хотите получать обновление и узнавать, когда выходит новое видео, не забудьте подписаться на наш канал. Да, и если вас заинтересовал один из предложенных объектов, обязательно оставляйте заявку по ссылке в описании, заполнив определенные формы. Мы с вами свяжемся и подробно проконсультируем. И также не забывайте про наш бесплатный трехдневный ознакомительный тур. Вы можете прилететь к нам на остров. Бесплатное трехдневное проживание и трансфер мы вам обеспечим, познакомим с историей острова, а также с объектами недвижимости, которые вас заинтересовали. А кому не хватит трех дней, можете остаться на четыре или пять, а может быть и навсегда. С вами был канал Живой Кипр Суркон Эстейт. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok